Так вот, важно понимать, какие элементы на чертеже, чем делаются. Вот я открываю проект, проект Елены Ускобойниковой, и смотрю, что все чертежи взяты из одной и той же модели. Оформление, то есть формат листа, сам лист его размеры, рамка, штамп, это уже делается потом с помощью, я показывал, книги макетов, когда мы суем чертежи настроенные уже на листы. А чертежи мы настраиваем как? Мы просто прячем ненужные слои или реконструкцию. То есть стены, которые будут сноситься или возводиться, впихаем в реконструкцию, и в фильтрах прячем или проектное положение, или демонтируемое, и так далее. Блин, с деканата звонят, сейчас отвечу. Смотрите, мы строим 3D-модель, а потом ее оформляем на листах. Поэтому часть вот этих чертежей она в модели, а часть она уже на листах. На листах что? Это штамп и рамка, и можно также еще делать какие-то пояснения, там примечания написать текстом, какую-нибудь сноску сделать. Но размеры уже, например, они в модели, потому что они один к одному, поэтому мы должны их делать только в той же модели, что и стены, и объекты. Теперь хотел еще раз повторить по поводу того, что мы чем делаем. Стены, понятно, что в стенах есть у нас окна, двери и пустые проемы. Окна, двери и проемы не могут быть вне стены, вообще отдельными объектами, они только в стене, и все. И все проемы в стенах, они не просто, это стена идет, потом стены нет, а потом опять торчок стена. Это просто в стене вставлен проем, а сама стена найдет полностью, от начала до конца, включая дырку в этой стене. Вот, давайте здесь глянем, что, чем делается. Вот здесь есть штриховка для пола, это может быть сделано, скорее всего, штриховкой. Инструмент штриховка, выбираем тип штриховки, цвет штриховки, и там же может быть площадь этой штриховки, то есть помещение. Но вообще по-хорошему, площадь помещения делается с помощью инструмента зона. Она позволяет взять вам из комнаты на автомате любые данные. Это площадь, название помещения, его объем, площадь стен, площадь проемов, площадь потолка и всякие еще данные именно о помещении, там состав пола и так далее. То есть зона как бы вытаскивает на автомате из помещения все эти данные. Как делать, покажу. Затем вот здесь розетки. Розетки, они делаются с помощью инструмента объект. Но в архикаде есть розетки и выключатели по ГОСТу, которым уже никто не пользуется. Все проекты, что я видел, во всех проектах обозначения розеток и выключателей, они не по ГОСТу. То есть они неправильные, но так все делают сейчас. Это понимают и строители, и заказчики, и архитекторы все. Поэтому такие розетки, они делаются или объектом, или просто рисуются и потом копируются. Вот есть объект, называется рамка L. Я вам урок скину, как поставить этот объект в архикаде и как им пользоваться. Для розеток и для выключателей. Все остальные элементы, такие как мебель, сантехника, радиатор отопления, это тоже объекты. Это где у нас значок стул в архикаде. Это все-все разные объекты. Листаю дальше. Светильники, это тоже объект, но это особый объект, который мало того, что в 3D есть, он еще и пускает свет. Но свет мы видим, в принципе, только на рендерах. Поэтому нам свет особо и не нужен. Нам нужно просто их вид на плане, ну и в 3D на развертках. Вот уже пошли развертки, мы их проходили. Там, я думаю, что вопросов не должно остаться. Там объем небольшой того, что нужно изучить в развертках. Все понятно. Спецификации, но они делаются обычно всегда от руки. То есть мы тупо рисуем на листе линии, пишем текстом все данные, считаем на калькуляторе. Обычно так. Расчеты простейшие я вам покажу. Например, расчет площадей. Как сделать экспликацию с суммарной площадью помещений для квартиры. Остальные расчеты делаются, в принципе, аналогично. Там расчет площади стен, площади полов и так далее. Но я считаю, что все-таки большинство дизайнеров считает это просто вручную. На плане делает штриховку, смотрит площадь штриховки на плане и на калькуляторе складывает площадь каждой штриховки в каждой комнате. Вот эти вот площади. То есть мы нарисовали штриховку, архикадт сам на автомате написал площадь, и мы просто суммируем эти площади. То есть мы, получается, делаем так, как мы видим описание, все, как мы видим. То есть это все, по сути, не на автомате, это все вручную. Да, но это реально сложно, прям пипец как сложно. И большинство этим вообще не пользуется, потому что это сложно. Это имеет смысл, когда у нас большие объекты, там многоэтажный дом, где сотни квартир. Тогда, конечно, мы считать вручную, задолбаемся. И ошибка, скорее всего, будет. Тогда на автомате, конечно, имеет смысл. А для квартиры я считаю, что все-таки вручную как-то проще и надежнее. Расчет вам покажу, как делать это на автомате, да. Так что вы можете выбрать, как вам удобнее будет. Но я советую все-таки от руки это делать. Так, по проекту пробежались. Теперь давайте по архикаду. Вот здесь я вам уже рассказывал на прошлой лекции, какой инструмент за что отвечает. То есть что, чем делается. Помните, да, рассказывал. Можно еще раз пробежаться по всем инструментам. Смотрите, здесь сгруппированы инструменты. Первая – это инструменты 3D. То есть это, по сути, аналоги реальных элементов здания. Здания, интерьера, чего угодно. Вторая вкладка – это проекции, которые позволяют вытащить из модели разные виды. У нас есть вид-план. И кроме плана мы сможем с помощью вот этих инструментов проекции сделать разрезы, фасады, развертки, какие-то отдельные узлы, детали, фрагменты. И камеры для 3D-вида, для визуализации. И последнее документирование – это оформление чертежа уже. Это оформление проекта на листах, на чертежах. Просто мы модель берем, образмериваем, ставим сноски, ставим текстовые пояснения, дополняем модель штриховками, там, какими-то линиями и так далее. И самое нижнее – это можно вставить картинки или чертежи. Чертеж – это или та же картинка, или чертеж в PDF, или в автокаде чертеж. То есть какой-то внешний чертеж вставляем сюда. Например, тот же узел, что узлы все типовые, почти всегда. Там состав пола, например, или крепление перегородки гипсокартонной к потолку. Вот такие моменты, они обычно типовые. Их можно просто найти и вставить в ваш проект, использовать чье-то. И теперь дайте детально по этим инструментам первое, по 3D-моделированию. Ну, стена понятна, стеной мы делаем стены, колонны тоже понятна. Балки в интерьере довольно редко используются. Вот, они могут быть прямые, могут быть наклонные, могут быть криволинейные. И сечение может быть прямоугольное, может быть круглое, может быть вообще любое абсолютно сечение. Перекрытие тоже понятно для чего. Кроме того, что это пол и потолок, может быть, там, не знаю, полочки для встроенного шкафа, перекрытия. Ну, какая-то горизонтальная плоскость любая. Крыши тоже понятно. И в интерьере они редко используются. Оболочка – это сложная крыша. Так что, наверное, мы убрать вообще не будем. Лестницы тоже понятно. Ограждения, ограждения балконов лоджии, ограждения, там, не знаю, чего еще ограждения в интерьере. То есть, разные уровни, там, например, консоль какая-то, балкон внутри. Вот эта навесная стена, как раз это в интерьере, она только для перегородок стеклянных, обычной офисной перегородки делается навесной стеной в интерьере. Двери и окна понятны. Световой люк – это окно в крыше, мансардное окно. Отверстие может быть в чем угодно, в стенах, в перекрытиях, в крышах, может быть в стене, сверху вниз дырка на всю высоту. Люк в крыше? Люк в крыше, окно? Ну, лучше, да, в крыше. Если это в наклонной крыше, именно в самой кровле люк? Ну, в потолке. А, тогда отверстием, да? Можно сделать отверстием, это будет гибче, можно сделать просто дырку в перекрытии. Как делать дырки, я вам уже говорил. Дырки в перекрытии, неважно, в крыше, в штриховке, в чем угодно дырки делать. Но отверстие будет гибче. У него минус такой, что оно пока в архикаде есть только или прямоугольное, или круглое. Произвольной формы отверстий нет, в отличие от дырки. Пока не сделали, да? Ну, сделают, я думаю, надо. Произвольные формы. Следующая зона, как раз зона, это какой-то абстрактный объект, который как раз мы тыкаем зоной внутри помещения. Архикад на автомате вычисляет весь контур помещения по замкнутым стенам. Он понимает, где стены замкнуты, что это отдельное помещение. И вычисляет все данные. Название помещения, площадь, объем и так далее. 3D-сетка – это рельеф. Проходить не будем. Морф – это тоже какой-то абстрактный объект. То есть все объекты, они в принципе реальные аналоги элементов здания. Все. Кроме морфа. Вот морф – это что-то абстрактное, это просто какая-то сложная 3D-форма. Если мы не можем сделать 3D ничем другим, ни перекрытиями, ни крышами, ни оболочками, тогда остается только морф. Мы или преобразуем в морф какие-то объекты уже готовые, или с нуля его рисуем. Следующий объект, и под объектом вот такой вот шкафчик, оборудование. Я не знаю, зачем в Архикаде решили разделить объект и оборудование. Раньше было вместе, я бы вместе оставил, а то путаница. Что оборудование? Сейчас я открою, посмотрите, что здесь есть. Вот кухонное оборудование есть, приборы кухонные, школьная мебель. То есть какая-то глупая вещь, когда мы не понимаем, что искать в объектах, а что в оборудовании. И нафига было делить, я не понимаю. Хотя возможно, что будет искаться в поиске, если мы в объекте будем искать, будет искаться все, и объекты, и оборудование. Это угловое окно, довольно редкое в зданиях, потому что, во-первых, сложно делать в здании угловое окно, потому что если мы делаем угловое окно, то у нас просто угол бесит в воздухе. И в архитектуре это редко используется, например, даже не монтаж, а сложный конструктив, потому что у нас обычно по углам зданий или колонна, или несущие стены в углах. А чтобы угол висел консольный, это сложная схема конструктивная, армирование сложное, расчеты сложные, ну и нафиг не надо. Вот у меня было на одном проекте в Москве, называется «Мос-Анджелес». Угловые окна. Сейчас я покажу, чтобы если кто-то не понял, что это такое, сразу стало понятно. «Мос-Анджелес» – это живой дом. Вот они, угловые окна. Ну, конечно, в интерьере прикольно, когда панорамное окно, еще и угловое в комнате. Смотрите шикарно, но очень редко используется в силу сложности изготовления такого каркаса. И последнее, называется «Окончание стены». Я вообще им ни разу не пользовался. Сейчас открою и покажу. Это чтобы у нас торец стены мог иметь не просто обрубленную форму, плоскую, но мог закругляться, мог иметь острый угол какой-то, накладку на конце стены, скос какой-то. Наверное, в интерьере, да, можно придумать, чтобы сделать какие-то обрамления, откосы у торцов стены этим инструментом. Ну, в принципе, и все по элементам в модели, 3D-элементам. Вкратце все рассказал. Смотрите, что в последней версии добавили кроме этих элементов для архитектора и дизайнера еще элементы для инженера, инструменты. Сейчас я переключусь в вид архикада для инженера. Именно. Находится оно... Так. Вот параметры окружающая среда, применение профиля. Есть кроме профиля архитектора, профиль инженера и конструктора еще. Есть какой-то основной, а есть просто. Сейчас я переключусь. Интерфейс меняется, появляются вообще другие инструменты здесь слева. Как раз это инструменты для проектирования инженерных сетей, воздуховоды, отопление, не вернее, отопление, водоснабжение, канализация, трубы, кабели, кабель-каналы, где кабели лежат. Вот. Можно делать с помощью этих инструментов, но архитекторы, дизайнеры обычно, если делают в 3D, то трубы делают просто колоннами, горизонтальные трубы делают балками круглого сечения. То есть с этим, я думаю, что сейчас крайне редко кто-то вообще пользуется. Это актуально, если у вас сложные инженерные системы, там куча сетей, например, ресторан, и сложная вытяжка, приточка, всякие кабели и прочее. Тогда, может, есть смысл заморочиться, это отстроить инструментами. А так нет. Вы просто делаете обозначение для труб, например, стояков, или на плане рисуете, просто кружок и сноску. Труба такая-то, сечение такое-то. Или, если нужно получить это и в 3D, и на развертке, рисуете это колонной или балкой горизонтальной. Все. То есть это можно вообще не трогать, просто знайте, что есть оно. И обратно переключаюсь в среду архитекта. Есть еще для конструктора, но там уже всякие конструктивные связи и прочее. Это нам точно не надо. Конструктор это отдельно. Все расчеты по прочности, по пролету балок, по размеру отверстий и так далее, делают не дизайнеры, не архитекторы, а конструкторы. То есть мы что-то знаем, там примерные пролеты, сечения, там очень грубо и все. Но все расчеты только конструктор. Мы сами ничего не рассчитываем. И не должны. Так, профиль архитектора обратно. Дальше. Давайте дальше. Смысл сегодняшнего урока, как нам получить из модели нужные чертежи и запихать их на листы. Мы получаем нужный вид из модели для чертежей, для листов с помощью слоев и реконструкции. Где у нас статус реконструкции для каждого объекта настраивается на прошлом занятии проходили. То есть мы не нужно скрываем, а то, что нам нужно видеть на листе, мы просто это пихаем на лист. И сейчас мы это повторим, потому что было в конце занятия, было довольно сложно для понимания. Поэтому еще раз повторю. Где у нас находятся листы? Вот здесь справа навигатор. В навигаторе есть состав проекта полностью. Все, что в проекте у нас есть, оно здесь есть. В разных вкладках причем. Первая вкладка – это состав модели. Этажи, фасады, камеры тут вижу. Есть каталоги, расчеты всякие. А вторая вкладка – это уже настроенные виды, взятые отсюда. Виды – это что такое вид вообще? Вид – это план, это фасад, разрез, развертка. Это 3D вид. Это какие-то узелки, детали. Просто в 2D начерченные. И это разные спецификации, расчеты, экспликации. Вот, то есть мы настроили эти виды и пихаем на вторую вкладку. Вот тут список уже сохраненных видов, настроенных. Там план, потолков, вид я вижу. Планы, конструктив. То есть несущие стены и колонны. А третья вкладка – это уже листы альбома. Отдельные листики, где у нас чертежи, там записка пояснительная и всякие разные данные. Там картинки, рендеры. Вот, четвертая вкладка – это уже готовые альбомы. То есть у нас, например, в составе проекта разные альбомы. Там есть альбом АИ, интерьеры. Потом альбом КР, конструктив. Там электрика есть, сантехника и так далее. То есть это отдельные книжки, отдельные буклеты. Они уже вот здесь формируются в четвертой вкладке. А нас, в принципе, интересует только первая основная и третья. Можно, минуя вторую, пихать сразу настроенные виды отсюда на лист. Зачем нужна вообще вторая вкладка? Называется это «Карта видов». Потому что удобнее как-то настроить вид и запихать во вторую вкладку, чтобы у нас тут был вид-план потолков, вид-план конструктив и так далее. Сейчас поясню, что это такое. Что такое настройка видов? Смотрите, вот здесь на плане или на разрезе, на фасаде, на развертке я скрываю все, что мне не нужно видеть на конкретном чертеже. Например, я сейчас хочу получить обмерный план просто. Открою сначала все-все слои, открываю параметры слоев, выделяю все слои и открываю их глазом. Вот вид всей-все модели. Слои для плана обмерного мне что не нужно? Мне не нужны мебель, не нужна, светильники не нужны, штриховка пола не нужна. Поэтому я прячу слои, вот с этим всем, скрываю и так настраиваю вид. Как понять, какие слои нужно скрыть? Выделяю объект, который нужно скрыть и сверху в свойствах смотрю, в каком он слое лежит. Вот его свойства, а слева вот слой, в котором этот объект лежит. Слой аксессуары. Окей. Слой отсюда скрыть не могу, тут просто слой этого объекта. Поэтому иду в слои, опять открываю параметры слоев и нахожу слой аксессуары. Его скрываю. Но можно сделать быстрее, просто вытащить сюда еще специальную панельку особую. Она обыстряет работу со слоями. находится в панель дополнения к слоям. Должно быть. Уже вам говорил, но вроде у нас тут не нашлось этого дополнения к слоям. Если кто увидит, говорите. Панель слоев. Да, точно. Вот. Панель слоев. Нажал. И что, где она? Должна была появиться, но я ее не вижу. Но панели. Извиняю. Сейчас я... Мы скрываем все ненужное из вида. То есть, из плана, фасада, разреза. Открыл я сейчас панельку... Как она называется? Я уже забыл. Панель слоев. О! И смотрите, если у нас панели не было, мы должны были объект выбрать, посмотреть, в каком он слое лежит, открыть параметры слоев, найти этот слой, в котором объект, его закрыть. А в панели слоев можно быстро для выбранного объекта скрыть его слой. Видите? Слои выбранных элементов. Или другие слои. Нажму. Скрою все слои, кроме вот этого. Хоп. Скрываются здесь слои, кроме вот этого слоя аксессуары. Не то сделал, не то закрыл. Хоп. Отменяю. Стрелка назад. Только для слоев. Вот. Можно переключиться между открытыми и закрытыми слоями. Вот самое удобное это это. Можно что... Объект выбираем. И слой с ним прячем. Или остальные слои прячем. И отменяем действие со слоями. Вот это реально удобно и полезно. И быстро. Так вот. Прячу сейчас ненужные в обмерном плане слои. Этот слой нам не нужен. Его прячу. Вот этот тоже прячу. И это прячу. У нас объекты разнесены в разные слои. По умолчанию объекты создаются в одном слое, а тут их студент разнес в разные слои, распихал. Ну, наверное, правильно. Неспроста же он пихал это все в разные слои. Так, прячу. Можно со шифтом выделять разные объекты. Так, штриховку тоже я спрячу. Не нужна. На обмерном плане. Камеры у нас не в слое. Но камеры у нас на чертеже не видны будут. То есть мы их на плане-то видим в модели, а на листе мы их уже не увидим. Поэтому фиг с ними. И фасад можно удалить, потому что он тут валяется какой-то непрекаянный, ненужный совершенно. А можно открыть. А ведь он в слой архикад, а слой архикад мы спрятать не можем. Потому что он по умолчанию есть и не закрывается. Поэтому я бы просто ударил этот западный фасад, так как он нам не нужен точно. Подтверждаю, что да, удалить. Еще раз подтверждаю, что удалить точно. Так, что-то тут еще есть. Слой монтаж. Наверное, тоже скрою этот слой. Все. У нас есть стены и размеры. Вот это я настроил вид, спрятав то, что мне не нужно. Что еще есть из настройки видов? Вот здесь снизу все вкладки. Это как раз настройки. Вот есть комбинации слоев. Сейчас я создам свою комбинацию слоев для обмерного плана. Комбинация слоев. Масштаб, да, тоже сейчас покажу. Комбинация слоев – это то, какие слои скрыты, открыты, заблокированы и так далее. То есть я позакрывал все ненужное, и это запомню. Запомню, какие слои открыты. Открываю параметры слоев, создаю новую комбинацию, которая запомнит, какие слои закрыты, какие открыты. И назову ее понятно как-нибудь. Обмерный план. Все, я это запомнил. Теперь я не боюсь потерять. Могу открыть все слои, или что-то изменить слои. Вот, что-то закрыл. Нажимаю, нахожу свою комбинацию слоев и возвращаю обратно. Оно тоже никуда не денется. Что тут есть еще из настройок? Масштаб. Масштаб влияет на размеры всех текстов, включая размеры, выноски и сам текст. И размер штриховки. Масштаб по умолчанию тут стоит 50. Если я сделаю масштаб, я до сих пор не пойму, если масштаб это крупнее масштаб или мельче наоборот. Один к одному это крупнее масштаб или мельче. Хотя тут цифры крупнее. Ну да, наверное, он крупнее. Нажимаю один к одному. Все исчезло. Жму два раза колесико мыши. И смотрите, что произошло. У нас мизерные все-все тексты, засечки. Не, они есть. Они точно. Вот он. Текст. Штриховка. Она частая-частая. А если я наоборот поставлю масштаб какой-нибудь огромный, то у нас, видите, что? Огромные просто тексты, засечки, штриховка. Почему так? Ну, все просто, потому что мы размещаем на листе чертеж. Например, у нас есть здание, есть санузел внутри здания. Если мы пихаем на лист все здание, то оно сильно-сильно там уменьшено. Оно в мелком масштабе. И у него цифры должны быть как раз крупные, чтобы их было видно. Цифры, штриховка, размеры. А если мы пихаем на лист, на чертеж какой-то узелок, маленький фрагментик, то наоборот. Он маленький, и для него должны быть большие, наоборот, цифры, буквы, штриховки. Вот на это масштаб и влияет. Он влияет только на размер всех текстов и штриховок. Размер штриховки. Вот этих. Возвращая его 1 к 50, как было. А какой на лист влезет? У вас стандартно обычный лист А3. И вы просто прикидывайте, в каком масштабе ваша квартира влезет целиком на лист А3. Опытным путем просто. Запихали, в сотом масштабе, например, не влезло. А, тогда ставим масштаб побольше. 50-й. Если у нас одна комната, там санузел, то он уже может быть в масштабе в 20-м, или в 25-м. Вот так мы масштабы выбираем. И смотрите, вот для каждого вида может быть свой масштаб. Сейчас я сделаю масштаб один к одному и это сохраню в виде. И давайте сейчас другие настройки тоже обсудим по-быстрому. С масштабом все понятно, да, вроде? Зачем масштаб нужен? Да. Да, все правильно. Это увеличение на экране. Кручу колесико, вот оно есть, в принципе, не важно. Можно вращать виды. Это может быть удобно для построения, для работы, или потом уже на листе. Нажимаю где 0,0, и вот у нас 4 варианта есть. Вращаю вид на 90 градусов, на 180, на 270, или могу задать вообще свой угол поворота. Зачем это нужно? Ну, часто, когда мы чертим здание на участке, ориентация всех топосъемок, то есть, как бы, ну, геодезия, где рельеф, где там застройка окружающая, она строго север наверху. А на здании, например, расположено под углом к северу, поэтому вид удобно вращать. Вам здесь, в интерьере, ну, честно говоря, не знаю. Честно. Не, просто в интерьере вы рисуете интерьер строго по... Ну, не поворачиваете. Если вы просили, вообще, допустим, у меня там солнышко такое, а у меня написано, что у меня филосистик, то есть, я должна повернуть? Не, ничего не вращайте. Вам это вообще не нужно. Ага. Просто может быть удобно когда-нибудь в работе, но вдруг. У вас, например, будет какая-то квартира, где часть квартиры, она развернута. Например, угловая секция, где там вот так вот стыкуются секции, и квартира вот так и так. Можете взять и повернуть вид на произвольный угол какой-то. Беру и поворачиваю. И дорисовываю стены для уже другой повернутой секции. То есть, я рисую стены вертикальные и горизонтальные уже у другой секции. Вот кусок квартиры он как бы повернутый, я его дорисовываю. И потом могу вид сбросить обратно. Нажимаю, ставлю обратно 0 или что-то другое. А вот этот угол, он у меня запомнился. Могу к нему вернуться, когда угодно возвращаюсь. Обратно в 0. Затем вот это вот называется, но неполный показ конструкции. Нажимаю. Вот здесь можно убрать отображение отделки или вообще всего-всего, кроме несущих конструкций. Вам, дизайнерам, это тоже, в принципе, не нужно. Это бывает удобно, когда мы делаем планы архитектурные. Для конструкторов, для смежников мы только каркасом даем, задания там скидываем. А для планов отделки мы отделку показываем. Вам лучше показывать всю модель, включая все слои отделку, там и утепление, и каркас. Поэтому это можно не трогать. Следующее. Это цвета линий. Это тоже можно, в принципе, не трогать, потому что тут главная фишка была в том, что могли быстро сделать все линии черные, потому что у нас чертежи по ГОСТу должны быть только черные. Все объекты не цветные, а только черные. И тут это было. Потом отсюда ее перенесли. А сейчас вы можете здесь просто менять цвета все. Это, по сути, палитры. Палитра цветов, между которой мы переключаемся. Но тоже не особо нужно сейчас, не актуально. И в этой связи еще хочу заметить, что у нас в архикаде довольно странная эта тема, но связана толщина и цвет. То есть для каждого цвета есть своя толщина линий. Мы не можем отдельно менять толщину и отдельно менять цвет. Они привязаны друг к другу. Странно, но это так и есть. Сейчас покажу вообще, где вырубается показ истинной толщины линий. Сейчас у нас все линии одинаково тонкие. Я приближаю, они тонкие, тонкие. Толщины у них никакой нет. Так вот, толщина линий вырубается вот здесь. Вид, параметры вывода на экран, истинная толщина линий. Нажимаю. Вот та толщина, которая у нас будет на чертежах, на листах, при распечатке, в экспорте, в PDF. И вот смотрите, что. Например, у нас вот такая синяя линия может быть только такой толщины. Мы не можем сделать эту синюю линию тоньше или толще. Вот такая странная вещь есть в архикаде. Нажимаю здесь рядочком со списком вот этих вот цветов палитр на фломастер, маркер, наверное. Вот видите, вот все палитры, список этих палитр из этого списка. И видно, что у них вот есть такие цвета в палитре. Нажимаю на любой цвет и вижу толщину пера. То есть для вот такого охристого толщина пера 0,05 мм. Вот тут я ее могу поменять. Как раз здесь. И у меня вся палитра изменится. И все линии такого цвета, они станут или толще, или тоньше. Вот это что такое? Комбинация параметров модельного вида. Это позволяет упростить какие-то элементы. Показ какие-то сложных элементов позволяет упрощать. Вам это тоже не актуально, потому что у вас в интерьере показывается все детально. Это актуально, если мы делаем один проект. Например, показываем жилой комплекс, огромный жилой комплекс, потом отдельно дома для этого комплекса и отдельно квартиры в этих домах. И для комплекса мы вырубаем показ, например, отображение окон вообще. У нас будет сейчас, я попробую показать. Так, местность. Видите? Окно вообще исчезло в принципе. То есть у нас упрощенно дырки в стенах и ничего больше нет тут. Потому что в маленьком масштабе, или в крупном масштабе, в маленьком масштабе у нас все будет тесно-тесно, густо, и нам не нужно видеть, просто лично загромождать чертеж всеми окошками, рамами, объектами. Вот для этого и существует вот этот показ как он тут параметры модельного вида. Вам лучше оставить по умолчанию, как есть, проект планы, где все показано детально. Вот это графическая замена. Она позволяет заменить, закрыть, да, Нарна? Сейчас закрою. Тогда давайте продолжим, быстро добьем. Вот графическая замена. С помощью нее можно гибко-гибко заменять цвета, толщины, что видно, что не видно. Сейчас по-быстрому продемонстрирую. Тоже можете не пользоваться, но хотя бы знаете, как действует. Вот тут список уже настроенных, готовых. Выбираю и смотри, что будет. Инженерный план у нас исчезли все штриховки. Но не надо вам такое. Конструктивный план все вот такое серенькое, тоненькое. Вот это уже настроенные виды. То есть у нас заменяется вот это по умолчанию, как есть по умолчанию все цветы, толщины. Мы заменяем их на что-то другое. Сейчас создам по-быстрому что-то свое. Вот это уже готовые настроенные комбинации. Создам свое вот здесь. То есть здесь уже готово. Везде в каждой вкладке вот здесь список уже готового. А левее значок это настройка для вас. Если вас не устраивает что есть уже по умолчанию вы можете создать что-то. Например хочу чтобы у нас все стены были черные. Нажимаю здесь на кнопку и создаю свою графическую замену. Так новая назову черные стены. Вот и начинаю тут настраивать ее. Добавляю это тоже уже готовые. Создам свое вообще с нуля. Новое правило замены. То есть правило нам будет угласить что у нас все стены должны быть все черные. Новое правило опять же черные стены. И его настраиваю. Редактировать правило. Вот критерий тип элемента это стена нахожу и она будет черная. Штриховку галка заменяю штриховку по умолчанию у стены какая она есть. У разных стен разная штриховка. Ставлю галку и заменю у всех стен штриховку на просто сплошную. И заменю штриховку сплошную на черную. Все остальное пока не трогаю. Заменяю штриховку на сплошную и она будет черного цвета. Готово. Окей. Проверяю. Да, сработало. Но опять же это вам не особо нужно. вот вы знаете, что это такое. Вырубаю без замены. Все вернулось. Так, вот это что такое? Это наша реконструкция. В прошлый раз проходили демонтаж, новая и так далее. Это вы знаете уже мы изучали. И слева настройка. То есть мы для каждой фильтровой реконструкции можем что-то поменять. Например, новые элементы, а нет, план изменений. Тут видно план изменений и демонтируемые и новые. Хочу, чтобы на плане изменений демонтируемых не было видно. Поэтому я выбираю здесь для демонтируемых не замену их на желтенькое, а вообще чтобы их не было видно в принципе. скрыть. Теперь у нас вот здесь в фильтре план изменений демонтажа в принципе нет. Сейчас я все-таки верну, чтобы он тут был. Тут есть три варианта показать, скрыть и заменить. Заменить это заменить просто наш элемент на красненький, желтенький, зелененький, полосатенький. Какой мы можем настроить вот здесь с помощью графической замены. Это у нас отображение размера по ГОСТу по американским каким-то нормам и прочее. Фигню вообще не трогаем даже. Вот так вот этими вкладками мы настраиваем вид. Самое важное здесь, конечно, это слои, которые уже в комбинациях запомнены. Что скрыто? Это самое важное. Слои и комбинации. Довольно важный масштаб, влияющий на размеры текстных штриховок. графическая замена, которая может позволять изменить все, перекрасив стены, колонны и так далее. Ну и изменения, реконструкция. Вот так мы настраиваем все вкладки, не все, которые нам нужны. Слои обязательно, реконструкция наверное тоже да, и возможно графическая замена. Вид мы настроили, и теперь мы можем сразу его запихать на лист и его сохранить. То есть вот эти все-все настройки мы сохраняем. Как мы комбинации слоев сохраняем, так и настроенный вид, вот это все мы сохраняем. Открываю вторую вкладку карта видов и сохраняю свой настроенный план, это будет мерный план мой, его сохраняем как вид, настроенный вид. Зажму вот на эту кнопку сохранить текущий вид. вот это все как раз вот эти все все значения это вот оно и есть вот он пишет что вот я это все поставил и вот тут есть можно поменять уже здесь то есть не здесь менять а уже потом здесь то же самое все и самое главное я его называю имя по умолчанию первый этаж хочу свое имя называю где имя открываю вкладку выбираю специально и называю называя обмерный план все сохранил вот он надо было вытащить куда-нибудь отдельно я его вытащил и можно все лишнее удалить это чей-то файл не буду тортить хотя нет уже студент уже все отучился поэтому испорчу его все студентовская удалю дарить все вот у нас теперь уже настроенный вид я тут что-то уже сбил поменял перенастроил и всегда могу вернуться к сохраненному виду двойной клик вот он открылся и теперь можно уже его пихать на листы то есть или сразу отсюда настроили запихали на третью вкладку на листы или все-таки его сохранили вот это правильнее когда мы пихаем это все в карту видов у нас сохраненная лежит и все теперь мы идем в третью вкладку и создаем нужные листы тут непонятно было что такое сверху листы беленький что такое серенькие листы снизу сейчас постараюсь понагляднее объяснить создам сначала серенькие листы то есть заготовки жму на кнопку новый серый лист называется новый основной макет нажимаю и что тут есть во-первых имя это для нас чисто мы понимали что за формат назову большой длинный пустой лист ну понятно сразу потом будет не пустой и смотрите здесь есть уже готовые форматы по госту форматы листов у нас интересует а3 самый ходовой а3 выбираю формат ориентация альбомная то есть горизонтально и поля по госту поля везде 5 а слева 15 вот хочу все-таки какой-то нестандартный выпуск он большой длинный большой длинный вот такой пускай будет и все создаю вот он большой длинный пустой лист теперь создаю у себя в проекте моем в альбоме новый чистый лист из альбома так это уже чей то есть я его тоже удалю один из должен оставаться любой лист какой-то хотя бы один должен быть 0 листов быть не может вот я могу сделать свой пустой альбомчик или сразу лист сначала сделаю альбом нажимаем эту кнопку новый под набор создаю новый буклет мой альбом это альбом в котором пока еще нет ни одного листа вот он создался и в нем создаю же первый лист свой первый лист как назвать первый лист первый лист создал и видите что у меня почему то лист такого размера именно и почему то с такой красной рамкой потому что вот когда лист создавал нажимая кнопку новый макет создаю процессе лист и по умолчанию меня формат вот такой а3 мой новый это просто чей то серый листок и у меня вот этот лист он берет из того серого листа размер и рамку оттуда рамка с того серого листа отображается красным то есть там она цветная или черная в нашем случае тут она красная поэтому мы видим что у нас на листе свое например я рисую на листе она может быть любого цвета это просто типа оформляю чертеж так вот это все цветное а то что берется серого листочка но красный мы сразу понимаем что штамм красный он берется вот отсюда и возьму заменю формата этого листа из альбома на свой большой длинный лист выделяю лист вот здесь у него свойства этого моего листа в проекте это нумерация это название и как раз вот это какой серый лист он берет для своего как бы формата вот выбирая здесь большой длинный пустой выбирает что другое она меняется с этим да мы выбираем нужный формат размер и штамп можно конечно делать так брать пустой лист и на каждом листе свой штамп вставлять на каждый лист штамп свой и вот сейчас покажу что тут на листе дорабатывается что делается сразу в модели на плане там в 3d окне а что уже на листах дочерчивается открываем проект и смотрите что стены двери окна мебель штриховка полоплощадь это по-любому сделано на плане в модели размеры тоже по-любому в модели а вот уже вот эта надпись какие-то другие надписи они либо в модели либо уже на листе табличка скорее всего уже сделать на листе чертились можно ли было чертить на плане сразу да без проблем но на плане минус в том что мы не видим на плане границ листа план бесконечно поэтому намного удобнее уже дочерчивать какие-то вспомогательные элементы там примечания условное обозначение делать их не на плане в модели а уже на конкретном листе вот и это все но оформление получается да то есть вот это все мы как раз чертим с помощью вот этих инструментов эти у нас большинство инструментов заблокировано они исчезли потому что мы не можем на листе просто на бумажке сделать объект объемный мы не можем на бумажку поставить объемный шар например это все заблокировано мы можем лишь чертить в 2d можем лишь делать текст выноску изменения это не будем разбирать фигня не пользуюсь штриховку линию так далее вставить картинку вставить чертеж объект объект какие-то объекты у нас есть двухмерные есть объект штамп например 2 объект не смотрю вот какая чуть такое стул ну-ка стул стали можно стул ставить на лист да оказывается можно нежданчик ну вот он есть в плане да конечно но это маразм делать 3d стоит мебель просто на плоский листок но можно да что есть еще из двухмерного здесь есть штамп набираю штамп можно штамп делать не обязательно чертить его в линию а взять готовый объект который не находится почему-то ну ладно есть какая-то стул конечно все правильно то сегодня будет его в модели не будет только вот здесь на аресте на этом будет стул и вся ну я про то и говорю я про то и говорю но да поэтому именно вот здесь у нас серые заблокированные вот эти все все элементы повторим как вставлять чертежи на листы показывал первый способ в конце прошлого занятия я просто брал сначала вставал на нужный мне лист открывал его открываю нужный лист двойным кликом открываю в навигаторе справа нужный мне лист например вот это потом иду на ну в модели например могу пойти на план любого этажа в 3d окно пойти какую-то спецификацию пойти в деталь пойти в развертку пойти ладно пускай нас будет 3d модель нажимая правой кнопкой мыши и здесь выбираю сохранить вид и разместить в макете нажимаю открывается обратно мой лист где стоял и тыкву и мышкой куда угодно пока неважно вообще неважно куда-то тыкаю вот вставляется вот я вставил вид из модели на лист его тащу куда надо могу обрезать края для этого вызываю плавающую панель начала потеряем как всегда нажимаем еще раз на этом же объекте открывается плавающая панель вот все варианты что можно сделать внизу можно целиком перетащить повернуть тиражировать а сверху изменение формы этого чертежа вот я грань и вы одну нажимаю двигаю одну грань видим край сдвигаю обрезаю этот формат до обрезка от обрезаю вот я расширяю все грани сужая все грани за раз вот одну грань могу сделать какую дырку выбираю это и рисуем например хочу чтобы шкафа вот не было видно беру и делают дырку на месте шкафа вот чертеже дырка опять щелкаю где-то на контуре или на углу на точке про плавающую панель вот можно точку двигать от если щелку на контуре то инструменты одни значки одни щелкаю на точке они немного другие и давайте наверное вы тоже это сделайте то есть вы какой-то вид настроить как я показывал там масштаб поменяете комбинацию слоев если запомнили куда создаете и запихаете вот этот настроенный вид плана на лист как сделать план расстановки мебели с размерами это делается с помощью слоев просто прикидываем в каких слоях мы должны сделать давайте мы будем использовать два слоя это мебель слой мебель из той размеры для мебели или можно всего один стой мебель которым будет и объекты то есть мебель и размеры окно закроем создают два слоя это мебель и размеры для мебели принципе на слой с мебели уже тут есть списки открываю вот слой мебель есть поэтому сделаю еще к нему слой размеры новый слой мебель размеры там еще у студента цифр к 5 поставлю тоже цифр к 5 чтобы мой рядышком этот слой вот два стоя рядышком мебель мебель размеры и так 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 у нас тут мебель я скрыл мебель поэтому открываю параметры слоев все выделяю все раскрываю глазом теперь вижу вообще все и прячу то что мне не нужно на чертеже план расстановки мебели эти раз а вот замеры с мебелью уже все есть если ладно это скрою и сделаю по-своему прячу типа ненужные слои светильники прячу слой пол тоже прячу это я прячу с помощью панели слоев но если у вас ее нету и вы забыли какой сюда вынести ну или просто не хотите по какой-то причине то то же самое что вот я делаю сейчас скрываю свой выбранного объекта можно сделать вот здесь параметрах слоев нахожу этот слой и скрываю его здесь либо вот здесь параметрах слоев либо по-быстрому вот здесь вот в этом окошке так все поскрывал сантехника не знаю да в отдельном слое поэтому тоже сантехнику скрываю камера у нас не в слоях не будет видно их не трогаю вот это я бы тоже скрыл полотенцесушитель тоже бы скрыл тоже скрываю что-то нужно скрылась кухонное оборудование тогда я отменю что скрыл и распихаю на кухне оборудование и в санузле в разные слои как это сделать возьму и скрою слой с мебелью скрываю слой мебели для того чтобы запихать в этот слой который скрыл все что мне нужно в нем тоже иметь я хочу перенести вот эти вот элементы из какого-то там слоя слой мебель чтобы они были вместе и стиралку наверно тоже перенесу в слой мебель хотя не ладно не буду то есть кухонное оборудование перенесу и телек тоже перенесу в том выделяю что хочу запихать в другой слой слой мебель я скрыл поэтому будет удобно я только пихаю это все в такой мебель и это исчезает все все сделал правильно меня в слой мебель и телевизор и кухонное оборудование да дайте плед тоже закину одеяло в слой аксессуары лучше в мебели тоже нажимаю на название слоя в котором одеяло и его меняю на свой слой мебель она исчезает ушло в скрытый слой так по слоям распихал слой мебель размеры создал теперь настрой комбинацию слоев для плана остановки мебели закрывая все ненужные слои и открываю нужные мебель открываю электротехника как раз закрываю чуть ли розетки не нужны аксессуары теперь тоже закрываю так демонтаж тоже мне не нужен потому что у меня же и мебель это новый план вот мебель мебель размеры стены до нужны стой архикад вроде все все слои которые мне нужно видеть я глаза открывал по закрывал и запоминаю все это в новой комбинации слоев план расстановки мебели вот новая комбинация вот она же здесь есть теперь ставлю размеры для привязки мебели выбираю инструмент линейный размер и сразу запихаю его в нужный слой то есть я еще ничего не успел сделать и сразу по умолчанию пихаю размер в слой мебель размеры теперь все размеры будут создаваться уже сразу в этом слое и начинаю строить сначала прогоню цепочку здесь так так здесь ну и в принципе ладно хватит можно привязать дальше но я считаю что не обязательно к углу привязал и хватит закончил двойной клик веду линию до куда надо нажимаю вот он есть и так со всем остальным ну да две минимум а максимум сколько угодно . мерит сам до ставлю точки между чем мерить и мерит между ними сам и все можно пихать его уже или в карту видов или сразу на лист знаете как правильно карту видов запихаю сначала я уберу и вот этой кнопкой сохраняю его в эту карту видов во вторую вкладку навигатора нажимаю кнопку и назову специальное имя план расстановки мебели и потом вдруг вспомнил что у нас на плане я открываю сохраненный настроенный вид хочу чтобы все было серенькое но я сделал не подумал потом решил что мне не нравится что все разноцветное хочу серенькое могу его изменить как это сделать здесь я врубаю графическую замену чтобы у нас все было серенькое там тоненькая перебираю что есть и подбираю что мне больше подходит вот такое мне подходит так мне нравится больше то есть я этот настроенный вид сейчас изменил и мне нужно его запомнить то что изменил сейчас забражу как челку правой кнопкой мыши переопределить параметры на основе текущего окна то есть я вид сохранил а потом поменял чтобы у меня эти изменения запомнились что все серенькое сделал я нажимаю правой кнопкой выбирая переопределить параметры на основе текущего окна вот и вот у нас уже есть запомненные настроенный обмерный план из модели плана расстановки мебели перспектива тут откуда-то взялась уже настроенная что можно сделать с перспективы например я на плане показал это все понятно масштаб наборы слоев комбинации цвета линии замена что можно сделать с 3d видом открывая его тут у нас уже поменьше всего можно в нем сделать например чтобы у нас была здесь окраска все белое и с тенями выбираю в списке вот здесь называется это как стиле 3d для чертеже нас такого нет в принципе для планов нет фасадов нет для 3d появилась новая тут я могу перебирать вид прозрачный каркасной белая модель с тенями вот белая вот тени есть вот детальная окраска с тенями и упрощенная можно тоже настраивать по-своему как угодно и вот это все например я сделал модель белой и переименую во первых я переопределю сохраню то что сделал белым я это сохраняю и второе я еще и назову белая 3d модель например сразу понятно иду себе на листы в альбомчик открываю лист я могу быстро пихать отсюда хочу белую модель запихать и сюда же на этот же чертеж на лист хочу еще мебель запихать вот два чертежа у меня на одном листе взяты отсюда из книги видов вернее карты видов как заполнять штамп на листе смотрите приближая во первых я не могу здесь его менять вот он красный это фон на своих листах вот это красный и менять не могу поэтому нужно открыть его где он был на своем сером листе где он сидит на сером листе там я его и меняю как 5 какое-то из серых листов вот мой лист как проверить иду в свойства этого листа и смотрю вот видите это номер листа это название моего листа они живут серый лист это то какой лист используется из этих для моего листа смотрю а 0 тире а запомнил и его открывая здесь вот он здесь войной клик вот это он и уже тут я могу его менять могу что-нибудь дописывать но меня это я его здесь и не буду на самом деле потому что он заполнен правильно смотрите смотрите что это за называется как ума слэш называется или как хэш хэштег да почему этот хэштег стоит перед перед названием хэштег нам указывает на то что это автотекст архикад сам понимает и берет откуда-то информацию и заполняет смотрите вот тут что есть например есть сейчас я сделаю название этого листа называется автотекст архикад сам берет информацию откуда-то и сам заполняет штамп пускай будет имя а вот имя макета уже есть макет это лист открывая свой лист видите тут то у нас было написано хэштег имя макета открывай свой лист а написано лист потому что архикад берет название листа вот отсюда и сам его заменяет вместо хэштега подставляет уже информацию отсюда переименую он переименовывает вот так мы меняем здесь название название вот номер тоже меняем номер поменял он поменялся здесь как нет остальное вот например название проекта он берет из информации о всем файле о модели название организации тоже стадию тоже адрес тоже как раз вот это я бы забил это усложняет работу и понимание и просто нафиг удалил отсюда из серого листа лишь лишние хэштеги я бы удалил во первых здесь вернее даже не так я бы написал здесь не ссылку на какую-то информацию где-то там непонятно где а название проекта написал бы прямо здесь то есть я выделяю и вместо хэштега пишу название своего проекта название пишу пишу свой адрес прямо здесь сразу в штампе стадию а и сейчас покажу где это вообще лежит все не запоминайте не пригодится в жизни точно но лежит оно здесь где эта информация лежала файл сейчас информация информация о проекте и вот тут можно вводить все данные название код то есть шифр номер год город заказчик исполнитель создать свои новые которые почему говорят что не пригодится потому что но это усложняет если у вас просто сеть проектов куча смешников куча альбомов томов разных разделов всяких тогда может быть да общее удобно а у вас один проект вы просто здесь берете и пишите но даже у нас когда у нас просто огромные районы городские мы не делаем такого даже нам это неудобно как вставить подпись на лист если в целом как вставить картинку в файл в принципе например сейчас что-нибудь найду типа это подпись ищу подпись на компьютере пускай дверь в универ будет подпись беру тащу ее в архикад и бросаю подпись на свой серый лист на серый а не белый потому что подпись должна быть везде на каждом листе затащив сюда скан подписи на серый лист я делаю ее видимой на любом белом листе который использует вот этот серый лист как подложку я бы копировал сразу отсюда подпись на все другие серые листы чтобы там везде везде была наша подпись то есть я вставляю и тащу в графу подпись и так по хорошему для всех листов то есть я настраиваю заготовки чтобы потом уже на автомате подпись везде была и теперь смотрите проверю открываю свой лист вот подпись она красная потому что это подпись из шаблона из заготовки при печати она будет нормальной сейчас проверим вот у нас лист я хочу его сохранить файл сохранить как и формат pdf чтобы мог заказчик посмотреть где угодно мог открыться там на смартфоне посмотреть выбираю тип файла не pln по умолчанию а pdf выбираю открыть после сохранения чтобы можно было проверить сразу галку ставлю сохраняю и он сразу открывается вот вижу что там рамка черная а подпись цветная все как надо то есть красноту мы видим только здесь при печати и при сохранении она нормальная своих цветов вот так мы заполняем штампы то есть мы или их заполняем здесь где серый лист или вообще заморачиваемся с автотекстом хэштегом информация о проекте вот здесь или что понятнее всего вообще все нафиг удаляем все тексты отсюда и штампа и пишем каждый раз на своем листе заново то есть я группу сейчас открою и поудаляю вообще все тексты только рамку оставлю конечно это неудобно нужно на каждом листе это вставлять но так тоже можно вот надписи все поудалил иду на свой лист все исчезло и называю уже все здесь сам вот тут каждый лист подписывать нет смотрите чтобы у нас архикад сам называл правильные листы с помощью автотекста сейчас я отменю это что я поудалял я отменю вот название тоже я не буду брать автотекстом а напишу сразу здесь название а вот номер листа и название этого листа чертежа я автотекст оставлю потому что как раз здесь автотекст мне очень удобен вот это шифр проекта тоже я шифр назову по-своему сразу а вот эти хэштеги оставляю это удобно уже реально и теперь мне важно назвать правильный лист чтобы это правильное название было в штампе поэтому называю этот лист правильно это у меня вообще что нафиг знает пишу правильное название и напишу правильный номер это для того чтобы архикад сам брал вот отсюда правильный номер и название и вставлял в штамп вот вот название листа оно берется отсюда а вот номер лучше на автомате чтобы архикад по порядку нумеровал листы я его уже сбил но по умолчанию у нас нумерация идет сама сейчас я создам какой-нибудь еще лист новый окей нумерация идет вот такая сначала название альбомчика r1 точка номер листа не хотим так а просто номер 3 сейчас я это сделаю открывая параметры этого листа так здесь оно возможно не делается одеться в настройках всего альбома выделяю весь альбом открываем его параметры и вот здесь убираю галку использовать префикс и добавлять точку и вот вижу просмотр и понимаю что у меня теперь не ставится перед номером листа каждый раз название всего моего альбомчика и потом точка убираю название альбома убираю точку после и у меня пошли просто номера листов и все вот первый лист второй лист третий они все разные получились и штампы у всех разные и дальше четвертый лист номер четыре нет один почему один ну-ка второе свойство тут четыре а там один почему-то ну фиг знает автоматическая ладно напишут четыре хрен с тобой не абсолютно тут четыре а тут один ну ладно буду выяснять вы пока че